приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня я хочу вам представить еще один вариант декора павлином сегодня мы поработаем немного с лепниной вот что у меня получилось если вам интересно оставайтесь со мной и я подробно все вам расскажу и покажу для сегодняшней работы мне понадобится сама форма павлина глина молды грунт краски ну и возможно немного моделирующей пасты я беру немного блины лишнего убираю обязательно в пакет и разминаю немного в руках и как всегда мы работаем с глины беру немного глины и заполняю молд очень легко заполняется и лишнее убираю еще раз пальчиком все придавливаю можно немножко водой и все хорошо зачистить и делаем необходимое количество таких под заготовок и теперь по отдельности вытаскиваю все из молота вот так аккуратненько и сразу убираю и второе и как я уже говорила готовим необходимое количество их понадобится много я подготовила лепнину и лепнину буду клеить на белый акриловый грунт мои постоянные подписчики уже знают этот грунт я уже делала не раз видео с ним и наношу грунт на лепнину очень хорошо приклеивается и буду укладывать так где мой пинцет потерялся пинцет сейчас вернусь к вам нашелся пинцет здесь такая ювелирная работа что надо все это делать пинцетом вот я беру свою лепнину и укладываю на павлина стараюсь укладывать так чтобы получился вот такой красивый хвост беру следующую снова наношу грунт достаточно много наношу и подклеиваю видите здесь надо очень аккуратно все хорошо будет держаться сначала подклею в одну сторону затем другую так где у меня в эту сторону да что ж такое вот 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 нашла и таким образом подклеиваю лепнину где мне нравится вот что получился красивый хвост и теперь у меня будет другую сторону вот сюда и продолжаю работу теперь у меня следующий ряд подклеивается сейчас я буду помещать лепнину между первым рядом лепнины я нанесла грунт переворачиваю лепнина у меня свежие еще и вот укладываю и стараюсь чтобы вот эти края они были также прикреплены следующий у меня будет вот здесь примерила снова наношу грунт и подклеиваю вот стараюсь все чтобы между собой все подклеить чтобы нигде ничего у нас не висело и продолжаю работу здесь можно что-то перекрыть или еще подвинуть пока у нас тут все двигается вот этот хвостик я сейчас отодвину и ставлю вот этот отрезок лепнины чтобы у меня там все между собой держала чтобы у нас воздухе ничего не висело вот этот я отодвину и сюда вот этот вот так вот и вот вы видите все у нас будет между собой здесь можно все отодвинуть и все подклеить и продолжаю работу хвост павлина я решила завершить вот такими завитушками поэтому также наношу могу прямо нанести сюда чтобы мне легче удобнее было приклеивать и укладываю лепнину тоже стараюсь чтобы ничего у меня нигде сильно не торчало чтобы все у меня было на заготовке вот что у меня здесь получается беру следующую несколько раз примеряю наношу также грунт и все подклеиваем здесь уже все зависит от вашей фантазии что вы надумаете как вам больше нравится вот что получается это у меня будет крыло павлина с этим молдом и также работали с вами предыдущем видео я показывала делала делали лебеди тоже все подклеиваю вот что у меня вышло и теперь отправляю все сушиться вот здесь мне не хватает одного перышка и я взяла вот так вот обрезала его и вот этот кусочек я сюда приклею чтобы у меня не получилось пустого места вот так вот совсем другое дело теперь можно отправлять сушиться и я решила павлину сделать корону поэтому вот небольшой отрезок от молда отсюда я отрезала и приклею павлину корону вот теперь точно можно отправлять сушиться все у меня подсохла и вот я проверяю нигде ли ничего не торчит и все ли приклеено все идеально нигде ничего не отломается и теперь я беру краску мои подписчики уже знают эту краску можно использовать любую акриловую краску и просто начинаю красить покрываю краской и павлина и весь декор и продолжаю работу мой павлин покрашен отправляя его сушиться мой павлин подсох и теперь будем подкрашивать делать такой же дизайн такие же краски использовать как мы с вами использовали до этого у меня вот такая металлизированная краска беру спонжик и немного вот так краски убираю и начинаю подкрашивать вы видите как сразу приобретает красивый цвет где-то можно побольше где-то поменьше я прямо кисточкой на спонжик наложу краску и вот эти края все можно вот так даже их больше закрасить чтобы придать больший такой эффект и вот что у нас получается можно некоторые места вот а кисточкой чтобы придать больше эффекта и продолжаю работу мой павлин подсох и сейчас я буду покрывать его золотой краской мне сказали что я не показываю как я это делаю но вы знаете одной рукой снимать не совсем удобно но сейчас попробую пока отложу павлина я беру свой баллончик краски встряхиваю и вот вот немного вот побрызгала беру павлина обычно я это делаю двумя руками можно даже на сам спонжик побрызгать и вот двумя руками я обычно вот так все и прокрашиваю и вот вы видите прокрашивается золотой краской и так сделаю несколько раз по мере того какого эффекта я хочу добиться немного здесь походные условия но пока так и отдельные места я подкрашиваю кисточкой надеюсь вам видно потому что снимаю одной рукой даже не вижу что снимаю вот здесь у меня тоже краска и вот так наношу на отдельные места подкрашиваю нужные мне элементы вот что у меня вышло и оставлю павлина сушиться и затем украшу камнями ну и конечно по желанию можно украсить камнями я наношу достаточно много клея даю немного закрепиться клею и подклеиваю стразы сразу можно выбирать по размеру какие вы хотите у меня 30 размер и 20 и немного маленьких 16 номер у нас сегодня такой ужасный ветер на улице все аж свистит давно такого ветра не было но мне хорошо я в тепле и не работаю вот вы видите что получается клея надо много чтобы заполнить вот эти ямки там и чтобы страз держался хорошо и вот что получается продолжаю работу и вот что у меня получилось начала все выкладывать с коробки и поняла что мой лебедь остался без страз и конечно я его сейчас украшу обязательно как это он тоже должен быть красивый и добавлю немного красоты лебедя мы с вами делали в предыдущем уроке ссылку я конечно же оставлю здесь я тоже сочетаю разного размера страза и и продолжу украшение лебедю меня украшен камнями вот что получилось и павлин тоже очень красиво мне нравится все сочетается в одном стиле а на сегодня все надеюсь урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока